Какие соглашения были подписаны на форуме Россия-Китай? Татарстан теряет вводные ресурсы. Вышел из метро. Поставь прививку. Всем привет! В эфире универ-нёс, а в студии Камиля Глягберва. В международном выставочном центре Казани Акспо прошел первый крупнейший международный форум Россия-Китай, где российские регионы и китайские провинции смогли обсудить актуальные вопросы по развитию сотрудничества. В Казани стартовал крупнейший международный форум, тесно связанный с укреплением отношений между Россией и Китаем. Название форума «Ростки», где «Рос» — это Россия, «Ки» — Китай, а «Т» — между ними. Это Татарстан как гостеприимная площадка для эффективного диалога. На логотипе с одной стороны рука, окрашенная в цвета флага России, с другой рука с цветами флага Китайской Народной Республики. Обе они держат вместе татарский казан — горшочек с землей, где уже есть «Ростки». Это событие — отличная возможность для участников обменяться опытом, расширить контакты и развить сотрудничество между Россией и Китаем в различных сферах. Основные темы форума — межпартийный диалог, инвестиционные проекты, образование, машиностроение, нефтехимия, логистика, растениеводство, животноводство, информационные технологии, туризм и культура и работа с молодежью. Подготовлена была также спортивная программа с участием китайских команд. Сегодня благодаря личным усилиям главных двух государств Российской Федерации и Китайской Народной Республики есть максимальная возможность максимально активно работать на также и межрегиональном уровне. Также при поддержке правительства Республики Татарстан Агентство инвестиционного развития РТ в рамках мероприятия состоялся молодежный фестиваль российско-китайской дружбы. Рустам Мениханов высоко оценил проделанную работу, в которой были отражены культурные особенности каждой из стран-партнеров. Мероприятие прошло при участии проректора по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхана Алишева, представителей руководства Института филологии и межкультурной коммуникации и Института международных отношений. Рамиль Хайруддинов отметил важность участия Казанского федерального университета в мероприятиях такого масштаба для прогрессивного и продуктивного развития партнерских отношений с Китаем. Казанский федеральный университет является одним из инициаторов собственно и программы. И если посмотреть вокруг, мы видим молодые лица. Прежде всего они представляют собой Казанский федеральный университет, вузы страны. Дело в том, что за последние несколько лет Татарстан является лидером по количеству и качеству преподавания восточных языков. И китайский это наиболее привлекательный на сегодняшний день. Только в институте международных отношений более 1500 студентов изучают китайский язык. Также Казанский федеральный университет в ходе форума расширил границы своего партнерства с вузами. Проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев подписал меморандум с проректором Государственного университета управления Марии Карелиной. Этот шаг позволит вузам укрепить партнерские отношения, которые стабильно развивались еще до официального закрепления на бумаге. А также станет важным шагом на пути к новым возможностям. Мы расширяем сеть своих партнеров в Российской Федерации с Государственным университетом управления. У нас давние связи, но они не были оформлены. Необходимые документы, сейчас мы их оформляем. Оформили сегодня. Я думаю, что в дальнейшем последует и студенческая мобильность. Так же, как делаем с рядом вузов, такие как ГИМО, когда мы отправляем ребят на 2-3 недели, а к нам приезжают ребята из этих вузов. То же самое мы будем делать с Государственным университетом управления. Кроме того, этот университет очень помог нам при организации мероприятий на текущем форуме. Кроме того, на площадке Международного форума России Китай состоялась пресс-конференция о реализации международных проектов и программ по обмену студентами в современных реалиях, возникающих проблемах, а также способах их решения. Спикерами выступили первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов и проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев. Эксперты рассказали про реализацию российско-китайских образовательных проектов в республике, отметили рост количества студентов из Китайской народной республики в университетах Татарстана, а также сообщили о новом проекте по обучению русского языка в школах Китая. Китай – это ключевое направление в этом смысле для сотрудничества с нашими иностранными партнерами. По количеству иностранных студентов Китай занимал третье место, а у нас обучалось почти две тысячи студентов из Китайской народной республики, ну, если быть более точным, 1896. В рамках форума также состоялась международная выставка Russia China Expo площадью 15 тысяч квадратных метров, которая стала площадкой взаимодействия между компаниями. На ней были представлены инвестиционные и инфраструктурные проекты, презентации взаимовыгодных технологических альянсов в экономике, продукты крупного бизнеса, партнеры и спонсоры международной стенды. В дополнение к основной деловой программе у участников была возможность посетить промышленные объекты Республики Татарстан, образовательные учреждения, сельскохозяйственные предприятия, учреждения здравоохранения, а также организации, занимающиеся IT-технологиями. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюс. В Куйбышевском водохранилище вода опустилась практически до отметки в 49 метров. Вода ушла на несколько метров вперед. Появились островки, а вода прогрелась до критического состояния. Как объяснило Министерство экологии Республики Татарстан, в период с 11 августа по 4 сентября уровень воды понижался на 3 сантиметра ежедневно. О последствиях пересыхания Куйбышевского водохранилища расскажет Николай Суховский. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище бьет все антирекорды. На 5 сентября 2023 года датчики на гидропосте в районе Верхнего Услуна показали отметку в 50 метров 46 сантиметров по Балтийской системе, которую приняли еще в 1977 году для измерения высот не только водоемов, но и зданий, мостов и других инженерных сооружений. Если уровень воды водохранилища опустится ниже отметки в 49 метров, то вновь оно не поднимется или будет наполняться долгие годы. Похожая ситуация была в 2010 году. В 2010 году была очень критическая ситуация, потому что уровень воды упал почти до 49 метров из 53, а это уже критический уровень. Сейчас у нас полтора метра еще до критического уровня, а тогда он достиг этого критического уровня практически. Была очень большая груза не в восполнении, но, к счастью, в 2011-2012 годах позволили восполнить ценовую воду. Но ведь могло быть и по-другому. То есть, если бы подряд были малоснежные зимы, могла бы другая ситуация быть. Как отмечают специалисты, причин опустошения Куйбышевского водохранилища как минимум две. Первая связана с аномально засушливой погодой в 2023 году. На протяжении всего лета в республике Татарстан сохранялась жаркая погода. По данным метеорологов, за три месяца в Татарстане выпало всего 69 мм осадков, что составляет приблизительно 38% от нормы. Вторая причина связана с падением прихода воды в Волгу из ее притоков. Казанка также является одним из них. В основном реки подпитывались водами подземных пластов Акинско-Белянкинского месторождения подземных вод. Но сыграл человеческий фактор. Из-за начавшейся стройки в районе были уничтожены выходы ручьев из-под земли. Также виной пересыхания рек стало активное ведение сельского хозяйства и постоянной гидронамового песка для устройства мостов, набережной и жилья. Все эти факторы пагубно сказываются также и на водных обитателях. С точки зрения регулирования, какие-то попытки идут, чтобы договориться с нижними регионами о... Ну вот в эти дни тоже работают там межведомственные комиссии, рабочие группы, чтобы договориться о том, на каком уровне все должно быть зарегулировано. Но это только одна из сторон. На самом деле надо сажать леса в береговой зоне, в полосе водосбора. То есть с территории водосборной площади надо просто сажать леса, которые улучшают и способствуют сохранению гидрологического режима территории. Не высушивать болото, сохранять все мелкие реки, сохранять притоки. Последствия от пересыхания Куйбышевского водохранилища могут быть непоправимыми. После засухи в 2010 году качество воды ухудшилось на один пункт. Также от пересыхания страдают рубаки. В Министерстве экологии Республики Татарстан говорят, что это привело к утрате значительной доли икры и фитофильных видов рыб. И главное, что отмечают эксперты, снизилась выработка электроэнергии от Нижнекамской гидроэлектростанции на 5% по сравнению с прошлым годом. Какова будет судьба Волги и Куйбышевского водохранилища, пока секрет для всех. Однако вера в лучшее точно творит чудеса. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Фарид Захитуглы, Универньюс. Медицинские работники отправились на выездные пункты вакцинации, чтобы защитить жителей города от осенней напасти. Как привиться прямо у станции метро? Расскажем далее. Вакцинация Вакцинироваться, а значит, защитить себя от болезни сможет даже самый занятой человек. Ведь для этого нужен лишь паспорт и буквально 5 минут времени. Перед основным действием желающему необходимо заполнить бланк согласия. После медработник проверит температуру, пульс и давление. Остается дело за малым – проводить к мобильному пункту, где человеку сделают безболезненный укол, который спустя 3 недели даст усиленный иммунитет. Основное преимущество такого пункта – возможность в закратчайшее время сделать прививку и продолжить рабочий или учебный процесс, не думая о потере драгоценного для современного человека времени. Мы получаем каждый день просто восторг от населения, потому что каждый день есть люди, и это не один-два, это десятки людей, которые благодарят нас, что мы выехали, то, что мы здесь стоим до 7 вечера. Наши врачи работают в две смены, и, конечно же, это удобно. Это здесь, в метро, выходит каждый человек, приносит с собой документ и может в какой-то пройти вакцинацию. Я давно хотела, просто мне было сложно в поликлинику сходить, и я решила скинуть. Очень удобно. Пока я иду на работу, можно вакцинироваться по пути, немного времени занимает, и можно не тратить время, чтобы идти в поликлинику, стоять в очередях. Медицина создает все возможные условия для того, чтобы современный человек не знал о последствиях когда-то смертельных, а сейчас обычных сезонных заболеваний. Все благодаря массовой вакцинации ответственных людей, которых волнует вопрос защиты здоровья себя и своих близких. Пройти процедуру вакцинации от гриппа вы сможете в любой день. Мобильные пункты находятся рядом с каждой казанской станцией метро, кроме станции Аметьево. График работы с 8 утра до 7 вечера. Подробнее по телефону 233-300. Валерия Карташова, Фарид Захитоглы, Универньюс. Ученые Казанского федерального университета разработали новый способ повышения нефтеотдачи. Катализатор на основе подсолнечного масла. Нефть в современном мире является одним из важнейших ресурсов для использования транспортов, тепловых электростанций и химической промышленности. Однако одной из актуальных проблем является ее добыча. Ведь большинство российских запасов относят к трудноизвлекаемым видам. И в связи с этим появляется необходимость искать различные способы повышения нефтеотдачи, одним из которых является метод антиплосового горения. Это нефта шарчинского месторождения. Вот видите, песчаная называется, потому что она смешенная с песком. Она находится в таком виде, она очень тяжелая и трудно извлекается. В связи с этим мы применяем метод антиплосового горения, который основан на сжигании частей нефти, как в сигарете. То есть сжечь сигарету, этот фронт идет, и в ходе маршрута он выделяет теплоту, которая уменьшает вязкость нефти под действием температуры. Но и у этого способа есть свои минусы. Например, нестабильность фронта горения. Чтобы справиться с этой проблемой, повысить качество нефти, то есть сделать ее менее вязкой, ученые Казанского федерального университета использовали катализаторы, органно-растворимых соединений металлов, которые легко проникают в пористую среду пласта. В предыдущем нашем исследовании мы доказали, что катализаторная основа кастрового масла дает очень уникальный эффект. И это нам привело к применению другими видами, скажем так, легантов в качестве солнечного масла, которая также показала очень, скажем так, с точки зрения эффективности катализаторов на процесс окисления нефти и стабилизации фронта горения, очень перспективный и огромный эффект. Метод внутрипластового горения уникален своей экономичностью и эффективностью. Он практически не требует затрат. Для успешной реализации процесса необходим воздух, с помощью которого происходит увеличение температуры и давления резервуара. В связи с этими процессами вязкость нефти уменьшается, а коэффициент излечения увеличивается. В ходе исследований ученые всегда там обнаружили два пика. Первый пик называется низкотемпературное окисление, где окисляются компоненты нефти при соединении с кислородом где-то в переделах от 250 до 350 градусов. А второй пик, он уже идет как результат горения кокса, который получается после первого пика, где-то в переделах 450 градусов. На сегодняшний день ученые планируют усовершенствовать разработку по нефтеотдаче на основе подсолнечного масла, синтезировать катализатор в большем количестве и применять его в трубах горения, которые находятся в технологическом центре Казанского университета. Адалина Каюпова, Алина Красинникова, Ленар Гизатуллин, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Камиля Галякберова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!